Пожарная цисцерна на автомобильном приводе, автовышка, техника и средства индивидуальной защиты, используемые в чрезвычайных ситуациях. Такого количества спецмашин и оборудования жители микрорайона Чкаловский еще не видели. Настоящий подарок о дне рождения Щелкова преподнесли местный гарнизон МЧС и муниципальный центр гражданской защиты. Организовали в ДК имени Чкалова день открытых дверей. Наши спасатели лучшие в Московской области. И сегодня мы хотим, чтобы вы все посмотрели технику, на которой работают наши спасатели. Находиться в режиме постоянной готовности 24 на 7. Такая зачастую сопряженная с риском работа у Щелковских огнеборцев и спасателей. На глазах у изумленной публики аварийно-спасательный отряд униципального центра гражданской защиты высвобождают зажатого в кабине водителя. Действия спасателей отработаны до автоматизма. Очень важно аккуратно вытащить человека. Нельзя делать резких движений, нельзя его шевелить, потому что могут быть скрытые травмы и кровотечения. Водитель вызвали на западни. А тут из окон верхнего этажа Дворца культуры внезапно повалил дым. За дело взялись спасатели Центра гражданской защиты и 44-й пожарно-спасательной части гарнизона МЧС. Толпа зевак и стеснён на условия. Всё как в реальной жизни. Зрители остались на улице, а наш оператор с группой газодымозащиты прошёл по зданию в поисках очага. При помощи альпинистского снаряжения спасатели сняли с кровли условного пострадавшего. Несколько человек эвакуировали с верхнего этажа пожарные 5-го территориального управления МОСОБУ ПОЖСПАСА и 37-го пожарно-спасательного отряда МЧС, задействовав автолестницу. В таких зданиях всегда находится большое количество людей и всех необходимо выводить. И сегодня мы постарались это продемонстрировать. Караул из 4-х человек, включая начальника караула и водителя. И аварийно-спасательный отряд, состоящий из 4-х человек, а также газодымозащитников. Ведь мы ребята, пожарные спасатели. Спасатели закончили показательное выступление и детей сразу же пригласили на вот этот скалодром на высоту около 10 метров. Конечно же, можно было посмотреть и на работу спасательной техники, что же у нее внутри. И в такую жару отведать сладкого мороженого, которое сегодня привезли сюда порядка 500 порций. На всю страну щелковских спасателей прославил корги-отряд «Моруси и друзья», названные по имени первого корги-спасателя «Моруси». Анна Талисман – местного аварийно-спасательного отряда Ищелковского центра гражданской защиты. Члены корги-отряда участвуют в мероприятиях городского округа, пропагандируют любовь к животным и работу спасателей. Мы в корги-отряде, очень гордимся этим. Доброта здесь, и поэтому мы всегда бежим и спешим, и очень хорошие люди. Много детей, много улыбок, в общем, все замечательно организовано. Здесь мокрый нос, но это самый главный. Необычный собачий показ мод. Дефиле на красной дорожке устроили на ступеньках ДК владельцы корги. Костюм летнее очарование. Болосатый стиль, морячок, капитан, летние настроения, русский богатырь. Выдумка и чувство стиля. Этим отличаются владельцы корги от других совоководов. Лучшие наряды отмечены призами, как, впрочем, и победители традиционного корги-забега. Отлично, и корги милые, все здорово, нам очень понравилось. Костюмы этих корги замечательные. Замечательно, очень все. Что вас впечатлило? Работа спасателей, работа по эвакуации людей. Вы сюда пришли не один, это понимаете? С семьей, семьей, да. Хотите машину посмотреть, да? Да, да, детям показать. Сегодня, наверное, самый необычный праздник, потому что мы сегодня собрались здесь, прям, как говорится, с фронта на занятия и опять ушли на фронт. При вас машины уехали на задание. У нас хороший гарнизон, отличный отряд, отличный центр. Люди должны знать о своих героях. Не только желтая пресса там загорелась, а кто тушит и делает их жизнь нормальной. Я поздравляю всех своих ребят, братишек, с праздником. Желаем добра, счастья и, самое главное, сухих рукавов. День открытых дверей, день города – это праздник. А если в нем еще участвуют спасатели, то отличное настроение, сопряженное с выбросом адреналина, зрителям было гарантировано. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...